Здравствуйте, шава, тоха, гутувох, хорошей недели. 137-й урок по теме Мишли. Мы остановились на главе номер 16, а предложение, наоборот, номер 19, которое говорит «Лучше смириться духом с кроткими, нежели разделить добычу с гордыми». На иврите это звучит немножко иначе. Топш вальруах эт аниим, Михелик шалаль эт гейм. «Лучше быть смиренными в бедноте, чем разделять свой удел богатый с Балайгаева, с гордецами». Мальвим просто переводит и говорит, что лучше швель-руах, понятие швель-руах, это, как он перевел, я уже забыл за это время, швель-руах, это смиренный духом, да, смиренность с духом. Что такое смиренность с духом? Он говорит, что речь идет о тахлес-гашвилу, о на самом большом принижении себя. Что такой человек, который принижает себя очень сильно, он никогда не споткнется, и тем более никогда не сломается, не разобьется. Чем человек, который находит в состоянии большого высокого удела с гордецами, что ему кажется, что он делит с ними вот это вот богатство и ревах, прибыль очень большую. Потому что внезапно он может сломаться и обеднеть, и упасть. Но тахлес-ганава, основная задача скромности, это кавод, как мы написали, лифней-кавод-анава. Перед каводом идет анава, скромность. Я прочитаю мальбим, а потом немножечко обсудим этот пасук. Потому что здесь вроде как есть, что немножко нужно обсудить. Он говорит, что, Гогро говорит, что каждое место, в котором есть разница между написанным и тем, как оно читается, здесь нужно увидеть эту вещь. Написано у нас, написано слово анавим. То есть, написано оно таким текстом. Айн, нун, ют, ютмэм. А читается айн, нун, вав, ютмэм. Одна из букв ют читается как вав. Поэтому вместо слова аним читается анавим. Анаф – это скромный, ани – это бедный. Говорит Гаон, что каждый раз, когда есть написанное и читаемое, то есть, есть разница между тем, как пишется и как читается, то это надо понимать так, что то, что читается, это то, что открытая часть Торы, то, что написано, это скрытая часть Торы. Но есть немножко мест, где это ровно наоборот. Когда написано, это то, что написано, это открытое, а то, что читается, оно скрытое. Как, например, «Ашерло насалы шаф» на вши, что он не несет его душу просто так, в холостую. Написано «его душа», а считается «мою душу». И также, наш пасук, что лучше быть швальруах, приниженным своим духом, и сидеть среди бедняков, чем быть в Альгаево и среди богачей. Слово «г-им» – это что имеется в виду? Что написано «бедняки отчитаются скромные». То есть, раскрытая часть, открытая часть, так как оно написано, что лучше сидеть смиренно среди бедняков. Это открытая часть. А скрытая часть, что не просто сидеть среди бедняков, но среди скромных людей. То есть, скромность здесь как бы в виде намека, в виде скрытой части написано. А открытая часть, говорит Гаон, это лучше находиться среди бедняков, чем среди богачей. Это открытая часть этого пасука. Теперь он говорит, чем среди богатых городецов. И приводится здесь Моасе Раби Акива, история, которая случилась с Раби Акива, что он увидел одного богача, который сидит среди бедняков. Что это за история? Она нигде не написана. Как я ее приводит? В Талмуде этой истории нет. Есть книга Минорад Гамиор, которая приводит эту историю тоже в очень сокращенном виде. Там написано таким образом, что из этого следует. Что когда богач сидит среди бедняков, то это может быть из-за трех вещей. Три причины, по которым он там сел. Первое, что он не хочет гордиться своим богатством. Боится стать гордецом, поэтому сидит среди бедняков, чтобы не выглядеть и действительно не гордиться тем, что он богатый. Второе, что этот человек обещал там сидеть по каким-то причинам до этого, что он туда придет. Или что он разорился. Поэтому он садится туда. И последняя причина, что он хочет лагадгиш подчеркнуть, что бедняки и богачи, они одинаковы в своем творении. То есть между ними нет никакой разницы. Поэтому этот человек выбирает такое место. Это история с рабе Акива, который увидел этого человека и объяснил нам эту историю. Он объясняет, что основная цель, тахлис, как это сказать, цель, наверное, для которого человеку дается богатство, это для того, чтобы человек мог, для чего служит богатство, чтобы человек мог выполнить свои желания. И человек, который гордится, то ему недостаточно богатство, которое у него есть, гордецу, недостаточно для того, чтобы выполнить те желания, которые у него существуют. И это то, о чем сказано. Эйнадамет вахацита аватоба едо. Небывающий человек умер, и половину своих стремлений он осуществил в этом мире, своих желаний он сделал, достиг. Это Кагелет, Кагелет Раба объясняет Медрашина Кагелет. И поэтому, хорошо, чтобы человек сидел среди бедных людей, и ему хватало того, что есть у бедняков, и тогда ему всегда будет достаточно. И Шефель Руах, человек, который смиренен, и человек, который они им, бедняки, это вещь, которая как бы практически равнозначна. Что это обратный антоним понятию богатства или Нефи Шрахова. Нефи Шрахова это дословно широкая душа, имеется в виду человек, которому всегда мало, у него душа требует очень многого. Что эти люди называются Геим, гордецы. И это понятие Ашрута, понятие богатства. Потому что всегда они хотят еще и еще и еще. И это то, что сказано, что не бывает, чтобы человек умер и достиг половину своих желаний, чтобы они были выполнены. Окей. Теперь попытаемся немножечко коснуться, даже больше, наверное, Мальбима, чем то, что здесь написано о Гаона. Мальбим говорит, что главная цель скромности это кого-то, это уважение. Что имеется в виду? Масилат Ешарим, я не принес с собой, но Масилат Ешарим строит всю свою книгу на Барайте Раби Пинха Сабейна Ира, который говорит о разных даргот, ступенек, по которым поднимаются люди. И одна из самых верхних из них, ступенька, которая называется Анова, скромность. Понятие Анова, понятие, наверное, надо открыть, понятие Анова, понятие скромность. Это понятие, которое предшествует понятию кого-то. Что такое кого-то, что такое уважение? И как скромность связана с уважением? Главная часть кого-то, которая существует в этом мире, это наша обязанность любого человека оказывать кого-то, а оказывать почести, уважение Всевышнему. Понятие кого-то, это довольно тяжело леагдир, понятие уважения. Где разница между кого-то и Гаевой? Если речь идет про кого-то от СМИ, самоуважение, то всегда очень тяжело понять, где кончается уважение, и где начинается гордыня у человека. Но когда мы говорим о почитании Всевышнего, кого-то, Акодыш Барву, или кого-то родители, и кого-то Рава, уважение к Раву, или уважение к родителям, то здесь понятие кого-то, оно достаточно понятно. Когда человек должен понимать разницу между собой и кем-то, и он должен лихобет. Лихобет, это значит оказывать какие-то услуги. В общем, дословный перевод, галахический, почитание родителей. Это означает, что человек должен подать стакан чая маме и папе, человек должен вставать, встречая родителей, и тому подобные вещи. То есть, кого-то определяется не только внутренним уважением, но также действием. Ковод, который человек оказывает по отношению к Творцу, это основная часть кого-то. Это то, что человек должен понять разницу, понять итрамамут величия Всевышнего, и что любому желанию Всевышнего, любой митсве, который заповедует Всевышний, он должен оказать кого-то и осуществлять ее, как ощущая себя, как человеку, у которого отсутствует собственное желание. На эту тему есть Псалом Давида Мелоха, на эту тему мы читали уже немножечко в Мишле, на эту тему есть Мишна в Перкеавод. Человек должен левотель аннулировать свое желание перед желанием Создателя, и тогда, когда он это делает, то это и есть выполнение митсвы ковод. Для этого человеку нужно достигнуть состояния, которое называется анова, скромность. Здесь Шламо Амелох говорит нам о том, что скромность, она соединяется с понятием бедности, и она разделяется, отделена от понятия богатства. И как объясняет нам Гаон, человек, богатый человек, который сидит среди бедных, есть несколько причин, и последнее, самое лучшее, это когда он показывает, что нет разницы между богатым и бедным, они одинаковые, они находятся на одном и том же уровне. Теперь, что означает понятие анова, понятие скромность? Говорит Мишнов в трактате Перкиавод, что если ты учил много Торы, то не так зиктовала от смеха бешвельзена царта, то не считай, что тебе кто-то что-то обязан, что ты не гордись этим, потому что для этого ты был создан, это и есть твое предназначение в жизни. Человек должен понимать, находясь в состоянии вот этой скромности, понимая, что все, что он сделал, это он делает свои функции на земле, для которых он создан. Он является инструментом в руке Всевышнего. Скромность наших, а вот наших прадцев, она описана в Торе разными словами. Авраам говорит, что анахи афар в эфир. Я являюсь, афар это прах, эфир это зала. Ты, Всевышний, оказываешь мне много вилостей, а я афар в эфир, я вообще зала. Иаков Авину говорит, катан сими коль хасодим. Я недостоин, я маленький по сравнению со всеми хасодим, со всем хэсодом, который ты мне оказал. Ма-шир Абейну говорит про себя и Аарона. Анах-ну-ма. Что такое мы? Это более высокий уровень скромности, чем Авраама и Иакова. Авраам говорит, что он хотя бы что-то. Прах, зала, но что-то. Ма-шир Абейну, Иаков говорит, я недостоин всех милости, которые ты мне сделал. Но я что-то. Какое-то ощущение есть. Ма-шир Абейну говорит, анах-ну-ма. Мы что? Одна из самых высоких даргот, самых высоких ступеней службы Всевышнего, это когда человека называют Эвет Гошем, раб Всевышнего. Давида называют Эвет Гошем, Авраама называют Эвет Гошем, Ма-шир Абейну, Ма-шир Абди, говорит Всевышний. Это состояние, когда человек, Эвет, у него нету собственной воли. Раб, все, что он делает, он делает по приказу своего господина. Когда человек достигает такого уровня, что все, что он делает, все его действия, он делает, как раб Всевышнего, то есть он делает, потому что это распоряжение Творца, и у него нету понятия, я хочу, мне не хватает, я должен, я то, я все, я петое и десятое. Просто, поскольку Всевышний сказал, поэтому я делаю, это состояние, которое называется Эвет Гошем, раб Всевышнего. Теперь, здесь нам говорят, что каким образом человек должен стремиться дойти до этого состояния. В Масилат-и-шир им описано Медат-Анава, которое ведет к душе, к Руаха-кодыш, к самым верхним ступеням, которые существуют в уровне человеческой лестницы. Это Анава и так далее. Но, это фактически есть понятие Эвет Гошем, о котором я говорю. Есть такая фраза, которая цитируется из Огара, цитируется во многих книг, что «А вот Гем-гем Меркава». Пратца, они называются Меркава. Меркава – это колесница. Что такое колесница? Повозка. У колесницы нет собственной воли, она не может по собственной воле куда-то ехать, направо, налево, вперед, назад. Ее везут какие-то лошади, люди, верблюды, я не знаю, того, кого в нее запряжешь, рикши, неважно кто, но вот эта колесница не имеет собственной воли к движению, она едет туда, куда ее ведет. А вот наши пратцы, они достигли уровня, который называется уровень Меркавы. То есть, они являются колесницей в руках Всевышнего и идут туда, куда их ведет Акодыш Баругу. нормальное состояние человека, понятно, что у человека достигнуть уровень Меркавы очень тяжело, но он к этому должен стремиться. Для этого нужна меда, качество, которое называется Анова. Теперь читаем этот пасук, просто читаем, в связи с тем, что мы обсудили и увидим, как это входит в пасук, который говорит Шлома Амеллах. Шлома Амеллах сейчас не рассказывает нам, что такое Анова, он рассказывает, как достигнуть этого состояния. И он говорит, что лучше находиться в смирении духом среди Ановим, скромных или бедняков, есть разница между читать и понимать, и он говорит, что одно из них раскрывает другого и скрытая и открытая часть, чем находиться в большом благосостоянии и находиться среди гордецов. Пшат этого пасука, объяснение этого пасука, то, что как человек должен постараться дойти до этой меды, до этого качества, которое называется скромность. Одна из вещей, которая нужна, это находиться среди скромных людей и среди людей бедных, у которых Гаева не может сработать просто по причине того, что очень трудно быть бедняком и одновременно гордецом, чтобы очень сильная гордость, можно, все можно сделать. Но, тем не менее, обычно эти люди, которые, понимая, что они ничего не могут достигнуть, сделать и так далее, они более скромные и более полагаются на Всевышнего. И это то, чему учит нас Шламу Амеллах. Он не говорит о том, что богатый человек должен выбросить все свои деньги, чтобы стать бедным для достижения меры скромности. Этого не говорится. И Шламу Амеллах был достаточно богатый и так далее. Но человек должен находиться в этом состоянии, находиться в состоянии, когда свои рационут, он подчиняет свои желания, он подчиняет рациону Всевышнего, желанию Творца. Окей. Теперь следующий пасук говорит. Обдумывающий свои дела найдет благо, а надеющийся на Всевышнего, он у меня в русском переводе написано блаженен, переведем счастлив. Мне помогли до урока, потому как я не очень могу такие слова переносить. Так вот, Маскиль Альдавар Емцатов Убатея Баашем Ашраф Человек, который размышляет эти вещи, он найдет добро, то есть человек, который ищет и думает над ней, он ее найдет, но человек, который уверен во Всевышнем, ему принадлежит понятие счастья. Говорит Шлом Амеллах, это говорит Мальбин, что Лехахам Леф и Крана Вон, слихая не то предложение читаю, Маскиль Альдвар и Масатов, человек, который раздумывает какое-то вещи, он найдет добро. Что имеется в виду? Имеется в виду человек, который оса иньенав было оскала, человек, который делает свои, решает свои вопросы без раздумий, без разрушений, было осем лев и не обращает внимания, чтобы левхоргаем цаим амавелим а тахлис и не обращает внимания, чтобы вы найти, выбрать те вещи, которые ведут к цели. Он не найдет добра, потому что тахлис, цель, которую он выбрал, поскольку он не выбирал на самом деле, он не дойдет до цели, поскольку он и не искал. Но человек, который думает над каждой вещью и пытается своим разумом найти правильный путь, как, каким образом он его сделает и так далее, он выберет и найдет самый лучший путь своих действий. Есть разница между мацлиях и мазкиль, говорит, мальбем, между двумя понятиями, понятиями успешный и разумный. Это не одно и то же. Гацлаха, успех, это вещь, которая идет микре, случайным образом, случайных кавычках, естественно. Альпи-мазаль, в соответствии с мазалем, в соответствии с судьбой, предначертанием звезд, в соответствии с мазалем. Человек разумный, это человек, который раздумывает своим, путем своего мозга, как найти более правильные пути к выполнению какой-то цели. И тогда находит самое лучшее, как человек, который ищет и находит то, что он искал. Однако, есть еще один путь, который не является путем мазкиля, путем разума, для того, чтобы достигнуть своей цели вообще. То есть, пока мы видим, что есть два пути. Первый путь, это человек, который вот такой удачливый человек, который с помощью мазаля достигает своей цели. Просто вот так случилось, что он родился и все получается. Пошел поиграть в рулетку, выиграл. Пошел еще что-то делать, тоже получилось. Иногда думает без раздумий и так далее. Все, к чему прикасается, все сразу же сбывается. Такие люди, безусловно, есть, и это зависит от мазали. Есть люди обратные. Даже если они будут очень старательно разумом пытаться достигнуть цели, то в определенных вопросах таков у них мазаль, что они его не достигнут. Так вот случилось. Как кто-то из наших Амараем или Танаем, по-моему, Танаем, говорил, что если я начну торговать гробами, то люди перестанут умирать. Поэтому не получится. Он был не глупый человек, отнюдь. Но он видел, что ему неправильно делать какие-то вещи. И есть еще один путь, который называется Батея Баашем, уверенность во Всевышнем. Человек, который верит, что сделает Всевышний в соответствии с Гашгохой, в соответствии с тем, как Гашгоха, влиянием, которое Всевышний построил. И тогда этот человек Ашраф, он счастлив. В русском переводе блаженен. Потому что это счастье и удача духовные, которые у него происходят, потому что Ошер, счастье, это вещь, которая выше, чем Гацлаха, выше, чем успех. Потому что это Ошер, это счастье, которое находится в душе у человека. Я прочитаю Гаона и потом немножечко обсудим этот пасук. Я уже несколько раз это говорил, но ничего не сделаешь, раз Гаон еще раз захотел войти в это. Не Гаон, а Шлома Мелах, то нам придется этим заняться. Маскиль это человек, который раздумывает над вещью, который ему нужно найти, к которому нужно приблизиться. Слово Маскиль речь идет, говорит Гаон про Тору и занятие Торой. Мальбим говорил, объяснял этот пасук, понятно, что оба комментария правильны. Мальбим говорил о том, что здесь речь идет о Алла-Мазе, о успехах и о счастье и о раздумье, как себе устроить жизнь в этом мире. Хагро сразу же начинает с Тора и говорит, что Маскиль это человек, который занимается Торой и трудится в ней. И он найдет ТОФ, он найдет добро в этом вопросе, он достигнет понятия, которое называется ТОФ. В 11 главе Мишлей есть похожее место, которое связанное, один момент, в 11 главе в 13-м предложении написано, 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 вот оно начинается. Голех Ракиль Мигаласот Венааманрух Микседавар Нет, извините, да, все правильно. Один момент. Он говорит, что такое Михоседаварча, то есть, дословный перевод, человек, который идет, сплетничает и рассказывает тайны, и это нехороший человек, а человек, который Нааманрух, которому его в душе верят, это человек, который скрывает вещи, даже те вещи, которые открыты и не являются тайной. И то же самое в Торе. Человек, который открывает тайну Тора, он называется сплетником, но человек, который Нааманрух, то есть, человек, который, мы ему верим, доверяем, доверительный человек, он скрывает какие-то вещи, И даже те вещи в Торе, которые открыты, он скрывает от человека, который не достоин этих вещей. Что нигла, открытая часть Торы, называется давар, вещью, как это сказано. И приводится наш пасук. Человек, который размышляет над какой-то вещью Торы, он называется Тов. И несмотря на это, он не открывает, а только тому, кто достоин получить эту часть Торы. То есть, там приводится наш пасук Маскиль, который говорит о том, что человек, размышляющий над какой-то вещью, это размышляющий над Торой. И приводится, что человек, правильное поведение человека, не открывать даже Тору, не открывать, а только тому, кто достоин того, чтобы его обучать Торе. Но относительно этого мира не так, говорит Гаон. Мальбим именно так учит относительно ининим этого мира. Гаон пришел сказать, что не так в этом мире. Что пасук Маскиль, Альдавар и Мацедавар, человек, который будет раздумывать, найдет свою вещь, сказано про Тору, а не про этот мир. В этом мире все наоборот. В этом мире Ботейб, Ашем, Ашро. Только тот, кто уверен во Всевышнем, только тот становится Ашраф, только тот, который, он становится счастлив. И это Алла Мазе и Алла Маба. И также Тора и Тфила. То есть эти две части уверенность во Всевышнем и то, чем заниматься, заниматься, трудиться, это сказано о Торе. А об Алла Мазе сказано, что надо быть уверенным во Всевышнем. И этот человек счастлив. То же самое относительно Торы и Тфилы. В Торе сказано, Маскиль, Альдавар и Мацедав, тот, который будет размышлять над этой частью Торы, он, называется, он найдет добро, найдет эту Тору. А в Тфиле человек должен быть уверен во Всевышнем. В Лоле Каванат Ацмо, а не в своих Каванат Малитвы. Потому что человек, который Меаенба, то Хелет Умам Шеха, человек, который слишком Меаенба Тфила, слишком занимается Тфилой, то я не приготовил Гемору Брохос. В Геморе Брохос сказано, что есть несколько вещей, за которые человека, если можно, за которые человека ругают в этом мире. Одна из них называется Июн Тфила. Если мне сейчас найдется Брохос, то я лучше зачитаю. Если нет, то значит не судьба. Судьба. Я очень прошу прощения. Яшикоах. В Геморе Брохос это такая известная Гемора, которая при прочтении, я просто хочу ее прочитать, потому что при прочтении она вызывает некоторое недоумение справедливое. Гемора говорит. Момент. Гемора говорит. Коля Маарих Ба Тфила. Любой человек. Сейчас. Ома Раби Лозер. Говорит Раби Лозер. Гдала Тфила очень важна и велика Тфила, больше, чем жертвоприношения. Приносит, приводит послуки из Ишаяу, говорит Ишаяу, зачем немногие ваши предношения и так далее. Говорит Раби Лозер, что со временем, когда был разрушен Бейс Мигдаш, были закрыты ворота молитвы. Как сказано, приводится послуки, я пропускаю. И несмотря на то, что ворота молитвы были закрыты, ворота плаща не закрыты никогда, как сказано и другой послуки, которые приводятся. Другое мнение, что со временем, когда разрешен Бейс Мигдаш, была стена между Ам-Исраэлем и Авином Шебашамаем и Всевышних на небесах, как стена, которая построена и так далее. И говорит Раби Йоханан, говорит Раби Ханина, коль Гамаарих Батфила тот человек, который Маарих Батфила, как это дословно сказать, удлиняет свою молитву, удлиняет свою молитву, то его Тфила не возвращается пустой. Затягивает твою молитву. Его молитва не возвращается пустой. Откуда мы это учим? Из Мареши Рабейну, который сказано, что молился Маше и сказано, и услышал Всевышний его молитву. Спрашивает Гимора, а вот есть другая высказывание Раби Хея Бараба от имени Раби Йохана. Любой человек, который Маариху молитвы, который затягивает молитву, затягивает не в плохом смысле этого слова, долго сосредоточенно молится. И Маенба делает июнь сосредоточение в молитве. Придет к тому, что у него болит сердце. Как сказано, приводится пасук. То есть, есть Раби Йоханан, который говорит, что хорошо молиться это плохо. Так не надо делать. А если это уже сделалось, то какая такона, как исправить то, что я слишком хорошо молился? Отвечет Гимора, я сок бы Тора. Человек должен учить Тору. Как сказано, Эсхаим, Таабаба и так далее. Таким образом, у нас получается кушья. В одном месте Раби Йоханан говорит, что хорошо молиться и долго, и сосредоточенно это хорошо и правильно. А с другой стороны, говорит, что этого делать нельзя. И как ответить на этот вопрос? Отвечает Тосфас. Что значит Маен-Тфила, который плохо? Что значит Маариха Маен-Тфила, который плохо? Объясняет Тосфас. Человек, который надеется, что его бакаша будет принята, поскольку он хорошо молился. Я хорошо молился, хорошо просил. Поэтому я уверен, что моя бакаша должна быть принята. И таким образом происходит время. Я вижу, что я вроде так хорошо молился. Просил Всевышнего, а ничего не получается. Крокодил не ловится. И так далее. То человек приходит к отчаянию и к боли в сердце. И чтобы от этого избавиться, единственное средство, которое нашла Гемора, изучение Торы. Это Гемора, которая здесь приводится. И поэтому возникает такой вопрос. Секундочку. Возникает в Мишле такой вопрос, который приводит Гаон. Сейчас я просто потерял. Человек, то, что нужно леоскиль бадавар, это сказано про изучение Торы, про труд в Торе. В Алла-Мазе и в Тфиле. Этого сосредоточения не нужно. А что нужно? Нужно быть уверенным во Всевышнем. И человек, который это делает, то на шраф. Объясняет Гаон, что надо быть уверенным в Творце, а не в силе своей Кавани. Надеяться на то, что Всевышний выполнит твою просьбу, молитву. Но не надеяться на то, что это произойдет из-за того, что я так хорошо и в Каванте. Потому что человек, который это делает, о нем сказано то, что сказано в Геморе, которое мы только что зачитали, что он приходит к боли в сердце. Здесь не сказано, что надо коротко и плохо молиться. Это, безусловно, неверно. Надо молиться нормально. Но человек, который молится, хорошо молится, он должен понимать, что ответом на молитву должна являться уверенность. Должно происходить не из-за его хорошей Каваны, а из-за того, что он уверен в том, что Всевышний сделает то, о чем он просит. Здесь я должен опять обратиться к известному Маклокесу, который мы несколько раз обсуждали по поводу понятия бетахона. Но, тем не менее, поскольку Шламамелых захотел об этом говорить, нам придется тоже это сделать. И здесь Мальбим немножечко касается этого. Мальбим говорит, Ботея Башем Маймин, верит в то, что Ашем сделает, все в соответствии с Гашгахой, в соответствии со своим влиянием. Здесь у нас есть известный Маклокес между Хавот Аливавот и Хазанышем. Хавот Аливавот учит понятие бетахон в общем кипшуто. На простом языке, что такое бетахон, как определяет его Рамбан, что это сниф эмуна, это раздел, подраздел понятия эмуны, понятия веры. Что такое бетахон, это когда человек уверен в том, что Всевышний что-то сделает. Хавот Аливавот объясняет, что если человек на 100% уверен в том, что какая-то вещь произойдет, поскольку вот он уверен, что это в руках Всевышний, и Всевышний это сделает, и это никаких сомнений, то Всевышний БМЭД это сделает. И то, что этого не происходит, это связано с тем, что уверенность далеко не 100%. Есть одно место, где Равдессер Мехтав Мейльяу объясняет, как проиллюстрировать понятие 100% бетахона и отсутствия бетахона. Бетахон не может быть на 99%. Он либо на 100%, либо это не бетахон. Это как бы два понятия таких. Либо-либо, третьего не дано. Так вот, он приводит пример. Человек покупает лотерейный билет. Лотерейный билет, который может выиграть 10 тысяч долларов. За неделю до розыгрыша ему кто-то предлагает. Он говорит, я уверен, что этот билет выиграет. Никаких сомнений, что Акодыш Брагу пошлет мне эти 10 тысяч долларов, для того, чтобы у него возможность была выполнять митцвот, учить Тору и так далее. Тут ему предлагают продать этот билет за несколько дней до розыгрыша. За 9999 долларов. Если он согласен продать этот билет, то значит, что этой уверенности никогда не было. Этот бетахон не родился. Потому что человек ЛМК, он хочет этот доллар выбросить на ветер. Но обычно люди не хотят выбрасывать деньги на ветер. А просто, если он согласен чуть дешевле продать, то это означает, что бетахона никогда не было на самом деле. Поэтому Акодыш Брагу не дает выигрыш в лотерейный билет, который человек планирует и считает, что он был уверен. А вот почему-то это не произошло. Это объяснение Хавота-Левавоты. Это объяснение очень высокого уровня бетахона, который почти невозможен, но тем не менее у нас, наверное, невозможен. Но у каких-то людей он, безусловно, был настолько, что где-то разбирается вопрос, почему Асара, Гаругей, Малхут, десять праведников, которые были убиты Римом, раб Евуда бен Бава, например, который дал смеху пяти Толмидей Хохомим и сказал им, бегите, потому что римляне начали преследовать их, а сам остался на месте. Ученики убежали, а его они пронзили копьями, стрелами и превратили в решето. Так что там ничего от человека не оставалось, а сотни стрел в него вонзили и так далее. Создаёт вопрос, по-моему, это в Лэшем был вопрос, если не ошибаюсь, почему он не воспользовался своей имидат-бетахон, своей мерой бетахона, уверенностью во Всевышнем, для того, чтобы спасти свою жизнь. И он отвечает, что да, Ингахинами, безусловно, он мог это сделать. Просто Асарага, Ругей, Малхут, они видели, что это действительно к зерам и нашамаем, что Акодыш Барагу по каким-то причинам считает, они знали, по каким причинам, что это необходимо для какого-то текуна этого мира. Они бы могли с помощью бетахона сделать так, чтобы к ним этого не относилось, но тогда бы Всевышнему потребовалось сделать этот текун каким-то другим способом, и они не хотели этого, поэтому они отказались пользоваться имидат-бетахон, пользоваться своим качеством уверенности во Всевышнем, иначе бы римляне не могли им ничего бы сделать. Такой ответ существует, это Маллах, который, в общем, базируется на книге Хавот-Алевавот бетахона. Но Хазаныш, Бепаштус, полностью, Халек, полностью спорит с этим понятием бетахона, и говорит, что такое бетахон, такое понимание неверно. Потому что как человек может быть уверен, что Всевышний хочет того или сего? Откуда я знаю, в чем состоит желание Творца? Настоящий бетахон, это когда я уверен, что все, что происходит, происходит по воле Творца. И поэтому то, что говорит наш пасук, человек, который уверен, Батуа Баашим, уверен во Всевышнем, он счастлив, потому что он понимает, что то, что сейчас происходит или произойдет, он через него выполняется воля Всевышнего, и это и есть его счастье, понимание того, что он через него, им, с его помощью, выполняется воля Всевышнего, и это настоящий высший бетахон. То есть человек должен быть уверен, что то, что произойдет, исходит от Всевышнего. Но кто сказал, что произойти, должны именно то, что я считаю правильно. Может быть, у Всевышнего другие творческие планы. И таким образом получается некий махлокис между Хазанышем в книге имена Бетахон и Хавода-Левавод, который говорит на эту тему. И, конечно, для меня намного более понятное Гагдара-Хазаныша понятие бетахона, чем Гагдара-Хавода-Левавод. Я, правда, слышал вещь, которую я не очень могу понять, но говорят о том, что Хазаныш и Хавода-Левод говорили про разные уровни бетахона, а на самом деле махлокиса между ними нет. Лихой раз сам Хазаныш писал о том, что махлокис существует и воспринимал себя как того, который пришел в Ахлоклаховод или Вавод, устроить с ними махлокис. Но, тем не менее, такие понятия существуют. Раф Дейстер построил, у него есть такая статья «Ештадлут и бетахон» про мираглим, про разведчиков, довольно длинная, где он объясняет понятие бетахона, в общем, в основном, базируясь на Хазаныши, говоря о том, что человек, который Батея-Баашем, который уверен во Всевышнем, он должен свою степень, своей уверенности, она должна соответствовать Ештадлуту усилиям, которые он проявляет. Что человек не может, так как написал Гаон, Гаон здесь написал, что понятие маскиль, фактически, если перевести на другой язык, маскиль, альдовар, имцатов, человек, который раздумывает какую-то вещь, он найдет добро, это раздумывание, это решение, по какому бытию правильно пройти, взвешивание Ештадлут, попытка сделать правильно. А Батея-Баашем, Ашраф, это уже не Ештадлут, это бетахон. Таким образом, эти два кусочка пасука говорят на две темы. Первая про Ештадлут, вторая про бетахон. Так, как их учит Гагро, он лихойра, на первый взгляд, неважно. Так, как их учит Гагро, он хочет сказать, что первая часть пасука относится к понятию Ештадлут, относится к понятию Торы, в которой человек должен лить штадель, а второе понятие бетахон относится к понятию Алла-Мазе и молитвы, потому что молитва тоже вся относится к Алла-Мазе. Поэтому здесь он должен полагаться на Всевышнего, а в Торе он должен не полагаться на Всевышнего, а идти по пути Ештадлута, которую он проявляет. Лихойра. Гагро идет по тому понятию Бетахона, которое я только что вам рассказал, от имени Хазаныша. И также Мальбим, который говорит, что Бетахон это связано с Гожгахой, с влиянием Всевышнего. То есть Всевышний повлияет, соответственно, с его Гожгахой, с его намерениями, так как он считает нужным. И то же самое Лихойра, на первый взгляд, написано у Гаона, который говорит, я еще вас возвращаюсь. Тот, кто Батех, Баашем, тот, кто уверен во Всевышнем, он Ашраф, он счастлив. Это Иньиней, Алла-Мазе и Алла-Маба, то есть Тора и Тфила. Что имеется в виду? Что человек, который молится, он не должен рассчитывать на свою Кавану. Здесь не написано, он должен быть уверен в том, что Всевышний сделает соответствие с его планами. И это, Бадьюк, то, о чем писал Хазаныш, на первый взгляд. Вот такой вот Махлокис, и получается, что мы уже один раз видели в Мишле, что и Гагро, и Мальбим значительно больше понятны, если они определяют понятие Бетахона так, как определяет Хазаныш, а не так, как Хабаталево. Здесь это видно второй раз. Окей, двинемся дальше. 21-й посук говорит. Да, еще одну секундочку, я забыл еще одну вещь, что Раф Деслер, когда он объясняет понятие Гиштадлута и Бетахона, он не идет по пути Гагро, который говорит, что Гиштадлут должен быть в Торе, а Бетахон должен быть внутри этого мира. Он как раз на эту идею, если можно так сказать, халек. Он ее не халек, он ее медсамцем, он ее немножко сокращает и говорит о том, что должно быть внутри этого мира, должно быть какая-то пропорция между Гиштадлутом и Бетахоном. А Гро идет по пути, что весь Гиштадлут человек должен применять к Торе, а в молитве и внутри этого мира ему нужен минимальный Гиштадлут, ему нужен Бетахон. Хазан Иш же пишет о том, что это должна быть пропорция внутри действий, связанных с этим миром, между Гиштадлутом и Бетахоном. То есть человек, у которого очень высокий Бетахон, ему нужен значительно меньший Гиштадлут. Человек, у которого Бетахон пониже, ему нужен Гиштадлут побольше. И человек, который раздумывает над этим и решает, по какому пути его идти, он идет по тому же пути, что Мальбим, Раф Деслер, о том, что все идет про ининим этого мира, про вопросы, связанные с этим миром. И человек, который должен раздумывать, по какому пути ему идти, и выбирать правильный путь, раз. И два, этот человек должен быть Батуа Башем, быть уверенным во Всевышнем. И тогда он наш Раф. Но говорит Раф Деслер, что Гиштадлут и Бетахон делятся на... Уровень Бетахона должен определить уровень Гиштадлута человека. Человек, который находится на очень высоком уровне Бетахона, как Раф Исройль Салантера, он пишет про Раф Шмуэля Салантера, извините, как Раф Шмуэль Салантера, он говорил, что я раз сколько-то времени покупаю лотерейный билет, я выполняю тот Гиштадлут, который я обязан сделать. Если Акодыш Баруга захочет, он кинет мне парносы через лотерейный билет или через какое-то другое место, не имеет значения. Но я должен сделать тот Гиштадлут, и я его делаю. Человек же, который находится на уровне Бетахона меньшим, чем Раф Шмуэль Салантера, для него бессмысленно покупать лотерейные билеты. Он должен работать, чтобы заработать деньги. Но количество должно определяться его Бетахоном, и он все равно должен понимать, что все, что у него приходит в этом мире, приходит от Всевышнего. Это его Бетахон, который должен оставаться на любом уровне. А дальше, в зависимости от его уровня, будет понятно, сколько и какого Гиштадлута ему надо применять. Вся история про Мираглим Раф Деслер разбирает для того, чтобы сказать, что ошибка Машера Бейна была в том, что когда он посылал разведчиков разведывать Эриц и Сроили, решать, каким образом войти и завоевывать Эриц и Сроили, это была ошибка Машера Бейну. Всевышний разрешил ему сделать ошибку, сказав шлах лыха. А, пошли тебе разведчиков Мираглим, тебе Меда Атха, если ты считаешь нужным. То есть, по твоему, твой выбор, посылать или нет разведчиков. Уровень Бетахона Машера Бейну, уровень веренности Машера Бейну должен был быть таков, что он должен был понимать, что не имеет никакого смысла посылать разведчиков. Все равно Эриц и Сроили мы получим из рук Всевышнего, поэтому нужно спокойно идти и забирать. А Акодыш Бараву сам разберется, что и как. И поскольку он сделал Ештадлут больше, чем требовалось, больше, чем это было нужно, то поэтому он как бы попался в ловушку своего Ештадлута, лишнего Ештадлута, и это плохо. Но сам Раф Илья Удессер пишет на тему того, что у Машера Бейну Ештадлута было больше, чем Бетахона, и это было неправильно. У нас обычно другая проблема. У нас некоторые товарищи, которые начинают кричать, что Всевышний может все и вся, поэтому мне ничего не надо делать, то их Бетахон и Ештадлут идут в совершенно иной пропорции. Бетахон стремится к нулю, Ештадлут тоже. А на самом деле там, где Бетахон поменьше, там должен быть Ештадлут побольше. И не всегда надо брать пример с Машера Бейну, потому что у Машера Бейну был Бетахон несколько выше, чем у некоторых современных, скажем, учеников Ешива и так далее. Об этом пишет Раф Дейслер. Но Гаон разделяет эти две части Ештадлут в направлении Торы, а Бетахон в направлении Аламазе, а не наоборот. Человек, который решит, что поскольку на самом деле это будет абсолютная правда, но здесь Гагру не советует идти по этому пути, решит, что все равно вся мудрость сдается Всевышним, поэтому буду сидеть, валять дурака, а Кодыш Барагу научит меня всей Торе. Такого почему-то, в кавычках, Гаон не советует. Он советует, наоборот, весь Ештадлут применить на Тору, а весь Бетахон на Аламазе и на Твилу. Мы двигаемся дальше на 21-й посуг, который говорит, «Мудрого сердцем называют разумным, а сладость уст умножает познание». Говорит Шлома Амеллах, «Лехахам лев, человек, у которого в сердце находится мудрость, икра навон, его называют навон, навон – это от слова бина, есть хохма и бина, навон происходит от слова бина – разум. У меток сватаем, меток, моток – это сладкий, меток – это сладость уст, есиф леках, она добавляет леках, как это перевести, как он перевел, я уже забыл, лакеях – это брать, то, что человек берет, умножает познание, он говорит, умножает то, что человек приобретает, имеется в виду. Говорит Мальбим, мы уже объясняли разницу между хохамом и хохам лев, между мудрецом просто и мудрецом, у которого мудрое сердце. Хохам, он принимает хоккей хохма, законы мудрости, обыкользы, но все еще, у него есть в сердце война против Таевы и Задона, против всяких желаний и преступлений, которые ему хочется сделать. хохам лев – это человек, сердце которого, оно наполнено силой, которая властвует над ним, и оно уже укоренилось в природе человека, внутри сердца находятся вот эти картины мудрости, и у него нет внутренней войны вообще, внутри себя никакая война не ведется, потому что из-за того, что он приучил к себя, и посредством учебы находится на состоянии таком, что это превратилось в его природу, мы много раз обсуждали, что есть две, два вида мидот. Есть мидот – качество, с которым человек рождается, и качество, которым человек себя приучает. Гергель – привычка. И человек может превратить, привычка – вторая натура, человек может превратить себя в совершенно новое создание, человек – совершенно новый мидот, который он просто приучил себя. И вот, когда в сердце человека какие-то вещи стали как часть его природы, то в этой ситуации он называется хахам лев. И вот, навон, разумный человек, он мивин, давар миток давар. Это человек, который понимает из одной вещи, выводит другую, и понимает из одной другую. И он занят тем, чтобы понять законы мудрости до такого состояния, что в конце концов они у него превращаются в состояние, которое называется даат, что они находятся в состоянии ясного знания и ощущения. Окей, давайте своими словами то же самое. У нас существует три уровня, которые все время цитируются. Это три сферы верхних, которые, когда говорим о Всевышнем, и это три уровня понятия знания, которые находятся внутри человека. Хохма, бина и даат. Хохма – это информация, которую человек получает сверху, от учителя, из книг, от Всевышнего, тем или иным путем. Бина – это человек раздумывает о той информации, которую он получил, и на основании этой информации выводит новые какие-то вещи. Грубо говоря, если перевести это в математическую формулу, то хохма – это определение и аксиомы, которые известны, а бина – это теоремы, которые доказываются с помощью аксиом, которые даны, и решение задач, которые базируются на определениях аксиомок и теоремов. И вот решение этих задач, это уже называется бина, когда из одной вещи я вывожу другую. Человек, который постоянно находится в состоянии вот этой вот бины, в состоянии раздумий, размышлений, выводов и так далее, то то, что он вывел, входит в состояние критерия, которое называется дат. Дат – дословный перевод – это знание. Дат – это соединение. Дат – это хибур. Хибур – это «Выеда адам от хава и что? И познал адам хава свою жену». Познание – это соединение, слияние с той информацией, которая есть у человека. Когда он с ней сливается, она становится единой целой, единым целым он и его информация, уже неотделимые друг от друга, и это становится частью его, то это называется, Мальбин пишет, едия брура – ясное знание, которое находится как мухшим, как что-то, что ощущается. Человек уже начинает эти вещи не просто раздумывать, анализировать, но чувствовать, и это находится, это становится частью его. И также Навон, вот этот учаик, которого называют Навоном, от слова «бина», он с легкостью, их божцы Реатава, может захватить те картины, тайвы, которые нарисованы в его сердце, к которым он привык, после того, как он понимает, что такое мудрость, и понимает эти законы мудрости, и выводит из них новое поведение. И это сказано, что в сердце у Навона находится хохма. Это наш пасук, который мы анализируем. То есть Навон – это человек, который привел в свое сердце состояние хохмы так, что эта хохма полностью умножает на ноль, битулирует те картины тайвы, которые у него возникают, которые ведут к нарушению каким-то вещам Тора. Но тем не менее, Еш-Ламар, можно сказать, что есть огромная работа до того, как он начнет все это понимать. И об этом сказано в другом месте. Лев Наводнивакэшдаат, что сердце мудреца, она просит дата. Она просит, чтобы войти в состояние дата. Дата, как мы с вами договорились, это полный хибур знаний с поведением, когда поведение и знания неотделимы друг от друга. И здесь сказано, что Хахам Лев, человек, у которого сердце, оно, в нем находится хохма, то есть рисунки, записи мудрости написаны в сердце, и они превращаются в саму природу, сердце и желание человека. И теперь это нету никакой стеры, никакого противоречия между природой человека, его души и вот этими вот действиями. Так вот, человек, который Навон, он яатикэда хохма, лэклальдаат. Он делает то, что понятие Навон, это человек, который переводит хохму в состояние дата. После того, как мы уже обсудили, что хохма, это то, что дается сверху, а дата, это то, что хибур, соединение, которое проходится, и проходит оно через бину. Так вот, Навон, это тот, который умеет, делает так, что хохма превращается в даат. И это мирумаз бесфатаем, и это намекается устами. Что имеется в виду? Бесфат Навон, тимца хохма. Есть другой пасук. В устах Навона ты найдешь мудрость. И здесь говорится, что так же сердце, мудрость, которая в сердце, она достигает вот этого уровня, который называется Навон, со стороны природы и привычки. И посредством этого, из-за этого получается, что мы так схватаем, сладость уст, она добавляет то, что ты приобретаешь. То есть, если человек маатик, геотек, это копия, копирует мудрость своими устами, кедавар еду обедат, как та вещь, которая находится в саняда. То есть, если у человека постоянно какие-то кусочки хороших медот, тора и так далее находятся на устах, он постоянно говорит какие-то фразы, то есть, мургаль, он к ним привык внешне выводить вот эти вот вещи, то это добавляет его приобретение, добавляет, то есть, это добавляет для него возможность приобрести какие-то новые виды учения, которые вытекают из хохма, которые у него есть. Как мы и говорили, что ишма хохам воесив леках, что мудрец услышит и добавит лекаху, возьмет себе, приобретет что-то дополнительное, потому что он не понимает только посредством размышлений и так далее, но только посредством привычки и мудрость, которая будет у него принята бакобола сверху, поэтому здесь сказано, что то, что он говорит языком, а говорить языком, произносить, это есть понятие лекабель, человек, который произносит, он делает это частью себя, и поэтому это легче наступает понятие даат, и здесь нам фактически, так как объясняет Мальбим, Гаон дает совет, каким образом нам принимать хохму таким образом, чтобы она перешла в разряд даат, для этого надо постоянно говорить о ней, повторять, делиться и так далее, не имеется ввиду занудствует на всякий случай, я объясняю, окей, Гаон Мивильна здесь, в общем, намного короче дает комментарий, объясняет, что в хохме есть всегда твуна, в хохме всегда есть и бина, то есть твуна тоже, то есть, для того, чтобы понять хохму до конца, как я уже объяснял в другом месте, для того, чтобы познать хохму до конца, необходимо размышлять над ней, а не только каким-то образом один раз прослушать, и это то, что сказано, человек, который хохам лев, который мудрец своим сердцем, то есть, человек, который понимает мудрость до конца, он называется навоном, он называется навоном, и мы так схватаем, постоянное повторение устами, когда он хочет, лиматек, сделать более сладким, более ефе, более красивым, и показать, мотекут Тора, и показать сладость Торы, то из-за этого он сам, то есть, когда человек кому-то объясняет сладость Торы и правильностью и так далее, то он придает некие оттенки, чтобы объяснить, одевает ее в более красивые одежды для того, чтобы объяснить, то в результате этого он сам получает что-то от этого, он сам лучше начинает понимать, к нему добавляется покупка, приобретение Торы, и также другие люди получают от этого еще больше, потому что они видят сладость Торы, поэтому здесь Гаон делит как бы не делит, а весь этот пасук, он говорит не про Медот, а про мудрость Торы, по Гаону этот пасук говорит, и он комментирует, что в мудрости Торы есть обязательно не только хохма, но и обязательно бина, обязательно твуна, раздумывание, размышление, пересказы и так далее, и после того, как человек это понял и пересказывает другому, пересказывая, одевает это в более красивые одежды, услощает это понятие, то кроме того, что другой человек начинает это лучше понимать, он сам начинает тоже лучше понимать, потому что он это лучше сформулировал. Фактически, это то, о чем говорит Мишна в трактате Перкеа, вот известная Мишна, которая говорит, что много, которые учились своих рабоним, это хохма, еще больше с хаверим со своими товарищами, это бина, когда вместе разбирается, что вытекает, как оно получается и так далее, и еще больше от своих учеников, поскольку, когда формулируешь для учеников какую-то вещь, то начинаешь понимать много-много лучше, и эта формулировка дает мотикут, дает сладость, которая помогает понять Тору и им, и тебе. Для них это будет, когда учитель говорит ученику хохма, для самого учителя это будет фактически даат. Вот, это кусочек. Теперь следующий пасук, который нам говорит, я просто успеваю хоть что-то или ничего не успеваю. Следующий пасук, 22-й, говорит, разум для имеющих его источник жизни, а кара глупых глупость. Нечто подобное говорит Шлома о Мелах в Кагелите, когда он говорит, что увидел я превосходство разума над глупостью, как превосходство света над тьмой. Говорит здесь Мальбим. Проблема в том, что это очень длинный пасук. У меня две минуты. Говорит Мальбим, что Макор Хаим Сейхэль Баалав. Нет, секунду. Да. Макор источник жизни это разум его хозяина. Один момент, что я читал? Ну да. Он только перевел не совсем точно. Давайте я переведу более точно, 22-е предложение. Макор Хаим Сейхэль Баалав. Источник жизни это разум его хозяев. Умусара Велим и Велет. А мусар мораль глупцов это их глупость. Знаете, я думаю, что я закончил на одну минуту раньше, потому как нет смысла начинать этот пасук. Так что давайте до новых встреч. сейхэль и